Когда пить протеин? Выпить протеиновый коктейль и уйти в отрыв? Протеин на молоке не всегда полезен. Сколько протеинов принимать в день? Протеин не растит мышцы, придется тренироваться. Или не надо? Привет, друзья! Купить самый дорогой протеин, например, Вейгол Стандарт, дело нехитрое. Можно добавить к нему всю линейку спортивного питания и с гордостью поставить дома. Пить все это двойными порциями, креатины, аминокислоты, витамины. Но если не знать базовых правил приема, то скорее это все пойдет в унитаз, а не для здоровья. Поэтому в этом видео я расскажу 5 правил, как правильно пить протеин, чтобы он действительно работал. Коротко я о главном. Поехали! Протеин – это дополнительный источник белка для роста и восстановления мышц. Если вы еще не знаете, какой протеин купить, посмотрите наше видео о том, как выбрать протеин новичку. Ссылка тут. Сразу к делу. Когда пить протеин? Расположим в порядке важности. После тренировки, утром или на ночь, между приемами пищи. Самый важный прием сразу после тренировки. Выбросились гормоны, мышцы получили стресс, которого мы добивались, и требуют восстановления. Исследования показывают, что эффективность приема повышается в разы, если выпивать протеиновый коктейль в течение 30 минут после тренировки. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Тут важно уточнить, что белок должен усвоиться в течение 30 минут. Для этого подойдет быстрый североточный протеин. А вот отбивная или творог будет болтаться в животе еще около 2 часов, и эффекта вот этого намного меньше. Далее. Прием утром поможет убить голод мышц ночи. Умными словами, подавить процессы катаболизма. Ну и можно выпить протеин вечером, как десерт. Большинство протеинов диетические, и как известно, ночью мы активно растем и восстанавливаемся. Дополнительно можно пить протеин между приемами пищи. Организм восстанавливается не только в те заветные 30 минут после тренировки, но и на протяжении 2-3 суток после. Поэтому потренить, выпить протеиновый коктейль и уйти в отрыв не работает. Нужно подпитывать организм каждый день. Сколько нужно белка в день? Существовать только на одних протеинах нельзя. Это только добавка к рациону. Вполне можно обходиться и обычной едой. Протеин просто облегчает жизнь. Его легко готовить, просто пить. И усваиваться он намного быстрее, чем другие белковые продукты. Поэтому из добавок берем не больше 50% белка. Основное из обычной пищи. Как посчитать, сколько протеинов принимать в день? Средняя порция протеина 30 грамм. Например, вот в таком MyProtein порция 25 грамм. Особой разницы нету, поэтому отмерять до грамма или по краешку нету никакого смысла. Чтобы посчитать, сколько протеина нужно в день, есть простая формула. 1 грамм белка на килограмм веса тела. Для того, чтобы просто жить. 1,5 грамма белка для тех, кто поддерживает форму. И 2 грамма белка для тех, кто наращивает мускулатуру. Дальше просто. Определяйте свою цель. Прикидывайте, сколько белка вы съедаете за завтрак, обед и ужин. И понимайте, сколько протеиновых коктейлей вам нужно добавить. Или не надо. Не в протеиновых коктейлях счастье. А че так можно было что ли? Как приготовить протеин? Размешайте порцию на 200-300 мл воды или молока. Кстати, у нас есть видео о том, почему протеин на молоке не всегда полезен. Поищите видео на канале. Сам коктейль нужно размешать до полного растворения. Можно сделать это в блендере, добавить фруктов, ягод. Это будет только плюс. Если добавить в протеин банан, то получится гейнер. Вкусный и классный коктейль, если нужен сытный перекус. Вообще протеин можно размешать и в чашке. Но проще и удобнее купить самый обычный шейкер, он стоит 3 копейки. И последнее. Чудес не бывает. Придется тренироваться. Сам по себе протеин не растит мышцы и не является чудо-пилюлей. Это часть питания. В режим питания нарушать нельзя. Будешь пить по 5 коктейлей в день или лежать на диване – не работает. Будешь задротить в зале, листая ленту инстаграма – не работает. Будешь пить самый дорогой вей гол стандарт, а вечером картошку фри – не работает. Организму нужен смысл. Зачем держать мышцы в тонусе или строить новые? Поэтому и нужны регулярные правильные тренировки, которые дадут организму сигнал строить тело мечты. Ну вот, друзья, придерживаясь простых правил, можно получить максимум от приема спортивного питания. Напишите в комментах, какие вопросы вас еще интересуют, и мы снимем об этом видео. И не забудьте подписаться на канал. Каждую неделю выпускаем новые полезные выпуски. Пока!